Здравствуйте, господин Чуря. Спасибо, что согласились ответить на вопросы нашей программы. Первонаперво, как бы вы охарактеризовали то, что сегодня происходит на политической сцене? Что это такое? У нас новое правительство, не хочется называть его временным, оно миноритарное, как его еще называют, технократическим. И как-то мы все привыкаем к этой новой ситуации. В принципе, хочется надеяться, чтобы это правительство продержалось до того срока, который они сами объявили, до следующего года, без особых скандалов. Честно говоря, не знаю, как те, которые смотрят передачу, но мы, комментаторы, уже устали от всех этих революций, путчей, которые происходят в Молдове. И хочется немножко стабильности. Я бы не сказала, что это была революция, путч. Это все-таки другое, на мой взгляд. Ну, это было неожиданным изменением, но обычно называют путчем послов то, что произошло в июне. То есть, это был определенный переворот. Ну, путч это вообще, да, это переворот, это насильственное свержение. Ну, не обязательно насильственное. Здесь такого не было, да. Нет, не обязательно насильственное. Насильственное, это уже свержение, да. Да, свержение, потому что появились такие понятия, как вельветовые свержения, там многоцветные, цветные свержения, цветные революции. Ну, то есть у нас есть это правительство Кику, которое поддерживает социалисты, хотя они полностью это как бы не раскрывают все карты, они говорят, что проголосовали, но правительство технократическое, то есть они предпочитают придерживаться определенной дистанции к правительству. Хотя мы видим, что господин Додон выступает и объявляет приоритеты правительства без никаких ухищрений, угрызений совести. Я считаю, что это правильно, то есть не то, что правильно, это нельзя критиковать, потому что все понимают, что между этим правительством и господином Додоном существует сильная связь. Если я правильно вас понимаю, то у нас в стране произошла мирная смена власти, но она произошла. У нас в стране власть теперь в принципе в руках уже других людей, я имею в виду, что АКУМ, да? Если так вот вернуться к вопросу, АКУМ все-таки у нас объявили, что они уходят в оппозицию, да? Вот так как-то это нужно? Конечно, но они не смирились со своей новой роли. Ну это другое, но они так и повещали. Не, ну очевидно, что они явно недовольны, и вот то правительство Санду, которое, ну, очень исказило привычные политические конфигурации в Молдове, сошло со сцены, и мы опять вернулись к какой-то привычной политической конструкции. Вот это, мне кажется, ну очевидным, то есть как-то левый отдельно от правых, ну и где-то посередине демократическая партия, которая может, как мы говорим, имеет, обладает золотой акцией и может ее при определенных условиях использовать. В данном случае демократы проголосовали за правительство АКУМ, тем самым использовав... Тем самым они впервые в истории пошли налево. Ну, скорее всего... Знаете, да, потому что, как правило, демократы поддерживают у нас правила. Ну, были и раньше заявления Дьякова в пользу коммунистов в начале 2000-х, но они не были... Да, но они нет, согласитесь. То есть пошли налево, и вдруг им даже это понравилось. Ну, нужно сразу сказать, что они пошли налево, потому что правые их очень сильно прижимали, то есть, уйдя налево, я думаю, что они тоже не проиграли. Это давление, которое оказывалось на демократическую партию, оно было мощным, и в основном оно шло с правой стороны, то есть они ее уменьшили. То есть... Вы начали говорить про конфигурацию еще власти, вы начали говорить по поводу того, о роли президента, и действительно многие политологи говорят, что когда сменилась в стране власть, роль президента вот так получилась, она выросла. Да? То есть вот, если можно поподробнее о конфигурации, вот что в конечном итоге вот вы видите, пока вырисовывается? Ну, получается так, что у нас правительство технократическое. Это означает, что оно в меньшей степени озвучивает свои стратегические планы, приоритеты, а эта роль переходит к президенту. И это вызывает определенное возмущение у оппозиции, почему президент все время говорит о том, что должно говорить само правительство. И мне кажется, раз у тебя технократическое правительство, то политически, и это твое правительство, можно озвучивать ее приоритеты, то есть давая политическую окраску. Это политическая окраска, она связана и с приближающимися президентскими выборами. И поэтому, да, роль президента существенно выросла. Оно не только касается президентских функций, но, как мы видим, президент берет на себя ответственность и частично за правительство. То есть он отвечает за нее, он с ними встречается в закрытых заседаниях, которые длятся по 6 часов, например. После этого он может рассказать, что они там обсудили. То есть очевидно, вот эта сильная связь между правительством и президентом. И, естественно, он озвучивает то, что политически выгодно. Это те социальные программы, это бюджетные пополнения и так далее, которые, скажем так, усиливают и его имидж. То есть у нас появился в самом деле сильный президент. В каком-то смысле это можно сравнивать с президентством Воронина при, конечно, учитывая... При определенных отличиях есть они. Есть, в первую очередь характер виденства. Воронину было проще, давайте скажем. Воронину было проще, потому что у него в парламенте сидели 50... Ну, мы не говорим о 71-м, там вообще что называется, малина, да? Да, 54, по-моему, тогда было мандата. Ну, было и 70. Так я говорю, да, там конституционное даже большинство. Вот в этом я, например, вижу и не только в этом. И характеры, все-таки характерами разные, характер лидерства другое. Все-таки такое ощущение, что господин Додон помягче будет в Воронину, в этом месте плюсы и минусы. Но все равно Додон после, скажем так, того периода при Демократической партии, когда его постоянно как бы маргинализировали... Роль президента просто уменьшали, нивелировали, скажем так. То теперь, конечно, его роль возросла, и что интересно, он сам хочет играть более активную роль. Это видно, он понимает, что на нем сейчас очень большая ответственность. Ну, да, я соглашусь. Эту роль он хотел, в принципе, мне кажется, играть всегда. Они спроста были инициативой даже президентской республики. То есть вот давайте посмотрим на это глазами обывателя. Что обыватель видит? Обыватель видит, что спустя 10 лет есть заседания, в которых принимают участие президент, премьер и спикер. Такого на самом деле, я же говорю, очень давно не было. И вот это вот некая согласованность, как мы видим. Судебная власть все-таки это нечто совершенно другое, это независимая ветвь, она должна сама по себе. Вот в этой конфигурации что дает вот это вот сотрудничество? Ну, это позиции, которые контролируются социалистами сейчас, это самые важные позиции. И мы видим, что постоянно в молдавской политике появляются моменты, когда недостаточны институты, прописанные Конституцией. Вот, скажем, при Плохотнюке правительство все время почему-то нуждалось в том, чтобы двигаться со стороны Паштефана Чалмара до Армянска. И они почему-то там, по-моему, такое ощущение было, что заседали больше в доме на Армянском, чем в доме правительства. Вот примерно то же, я предполагаю, что при Воронине тоже больше шли в президентуру, там эти руководители правительства, министерства и так далее. Все-таки в президентуру, а не туда, в бывший дом учителя, да? Да, да, да. То есть из одного из другого, но и постоянно создаются вот эти новые связи, которые помогают улучшать, я думаю, что так, чаще всего улучшать качество правления. Отправление, администрирование. Вот для Додона, видимо, и для социалиста вот эта формула, она, я думаю, испытательная, она, мне кажется, даже впервые ее в таком формате использует. Вот эта формула, когда собирается президент, спикер и премьер, является, скажем так, удачным форматом для того, чтобы выявлять приоритеты и давать задачи. Мы увидим, насколько она функциональна, потому что это новая формула, но я это хочу подчеркнуть, что все время институты, которые прописываются законом, они недостаточны. Все время политики ищут дополнительных, скажем так, дополнительных элементов для того, чтобы смазать весь этот механизм, чтобы он функционировал лучше. Вот социалисты нашли эту формулу. Пока что я мало что могу сказать про нее, мы не знаем, насколько эффективна она будет. Вот немножко вызывает, скажем так, определенную иронию вот эти заседания шестичасовые. Что они делают шесть часов там вместе? Потому что, ну, мы знаем, это известное стихотворение Маяковского про заседавшиеся. По-моему, это слишком много. Но, возможно, это для пиара. А, возможно, они в самом деле обсуждают важные дела. Вот мы увидим, насколько это эффективно через определенное время. Я поняла вас. Мы начали говорить о социалистах. Вот их позиции усилены. Вот об этом говорят множество политологов. Вот мне интересно, что скажете вы. Вот насколько серьезно после известных событий мы можем говорить, что их позиции усилились? Ну, они усилились в том плане, что на данный момент они контролируют практически все институты власти. Правда, их слабость в том, что это миноритарное правительство, в парламенте не существует, парламентское большинство. То есть это очень зыбкое такое руководство, которое может быть в любой момент взорвано, ослаблено, уничтожено. И я думаю, что есть желающие подорвать вот это правление социалистов, но они будут выжидать удобный момент для того, чтобы это сделать. Я думаю, у социалистов сейчас и у правительства КИКУ есть, ну скажем так, полгода для того, чтобы консолидировать свою позицию. И они нуждаются особенно в консолидации в парламенте. Для этого они должны, я бы даже так сказал, более резко всеми правдами и неправдами добиться комфортного существования их правительства за счет поддержки парламентской. А вот неправдами это как? Что вы имеете в виду? Неправдами нам это все известно, мы это проходили. Вот совсем недавно мне один из комментаторов говорил, что вот все критиковали Плохотнюка за то, что у него было какое-то странное парламентское большинство, собранное из каких-то там фрагментов политических. Но это большинство продержалось три года. Я думаю, скажем так, задача удержать вот это парламентское большинство и, возможно, его консолидировать для социалистов является приоритетной задачей. Хорошо. Зайдем тогда с другого угла и поговорим о демократах. Вот насколько решительно, а главное долговечно, вот их поддержка. Ну, демократы это, скажем так, обиженная партия. Да, они сейчас облегчили свою участь и вышли из того, поднялись с пола, из нокдауна, в котором они оказались. Но понятно, что... А обижены они все-таки на кого-то или, может быть, они обижены на экс-лидер? Ведь обижаться нужно на разных людей, нет? Они на кого обижаются сейчас? Они обижены на все и вся. На судьбу? На судьбу, потому что понятно, что они были наверху, а потом оказались на полу. Сейчас они поднимаются, но, естественно, они будут пытаться свою позицию оптимизировать. Это они будут делать за счет снижения давления на них. Это давление еще остается, я имею в виду, скажем так, давление со стороны судебной системы. А судебная система, она всегда, воленс-ноленс, находится под определенным политическим влиянием. И они, раз они не наверху, то, естественно, их позиция довольно-таки такая, не очень консолидированная. Но они будут все равно, одним они уже отомстили, скажем так. В политике вот это отношение друга и врага, оно сильно, и я думаю, у демократов есть это желание как-то расправиться с врагами и вновь вернуться на политический олимп. Сейчас до него далеко, и поэтому они будут пытаться это делать. Причем, как бы, они будут использовать, я думаю, все возможности. Вы сейчас имеете в виду, расправились, а речь идет о блоке АКУМ. Да, с блоком АКУМ они расправились. Они, скажем так, не расправились, но они нанесли им реванш. И теперь они могут с ними уже начать новые взаимоотношения, как бы с нуля. Счет между ними 1-1. Обнулили вы имеете в виду. Да, ну или 0-0, если хотите. С социалистами, ну тут они сейчас как бы находятся в определенном сотрудничестве. Но понятно, что еще остается, скажем так, недосказанность в отношении с социалистами. Ну, тем не менее, вот этот выбор, да, ведь по сути, говорили так, ну, демократы могли бы, они начать сотрудничество с социалистами, но могли бы тогда и с АКУМом. Они все-таки предпочли сотрудничать с социалистами. Почему? Только потому, что хотели насолить АКУМ? Это, я бы даже сказал бы, на первом месте. Надо было расправиться с АКУМ, потому что, ну, такое не прощается, что сотворил АКУМ. Но теперь уже нужно как-то формулировать и определять вот эти отношения с социалистами. Они тоже непонятны. И демократы не смогли их четко сформулировать. Они сказали, что это миноритарное правительство. И в придачу они сказали блоку АКУМ во время формирования правительства, что мы бы с вами общались, но это вы не пришли к нам. То есть, каким-то, скажем так, коварным способом они намекнули, что они ждут прихода блока АКУМ на переговоры. А, попросите нас, да? Да, то есть, они как бы открыты. Понятно, что эти переговоры для блока АКУМ на данный момент практически невозможны. Но они через определенное время могут состояться. Поэтому демократы – это очень, скажем так, не то что неудобный, но ненадежный партнер для социалистов. И я думаю, что социалисты это очень хорошо понимают. А если мы посмотрим на эту ситуацию, что демократы – это не есть нечто монолитное. А вот вы говорите сейчас о них так. А может быть, в самой демократической фракции, да? Сейчас там есть несколько, как у нас принято говорить, лагерей. Мы знаем, что они есть. Да, вот. И если есть, например, вот такие люди, которые близки им. Действительно, не потому, что они хотели сделать пакость АКУМ, а потому, что им близки все-таки более левые такие идеи, да? И они готовы даже были, возможно, в свое время. Чуть ли не говорили, что вступать во фракцию социалистов. То есть, в принципе, им идейно как-то вот они близки. И зная вот всю эту ситуацию о том, что это все происходит, о том, что есть люди, которые готовы уйти. Поэтому в демократической партии принимается вот такое решение. Раз все равно такой момент есть, то давайте мы сделаем красиво. Для того, чтобы от нас не уходили люди, мы все-таки сыграем на стороне левых. И вот тогда вот эти размышления ваши, тогда, возможно, демократы в какой-то степени не такой уж и ненадежный партнер. Как раз тот партнер, в котором мы уверены, потому что есть люди, которые готовы сотрудничать. Да, вы имеете в виду, что они в каком-то смысле были вынуждены проголосать, потому что... Ну вот я представила такую ситуацию, исходя из того, что слышала. И эта ситуация остается. Ведь я же сказал о том, что можно использовать формулу Плохотнюка по строительству парламентского большинства. То есть социалисты могут при определенных моментах, если учитывать, что там есть симпатизирующие им депутаты в демократической партии... Да, не секрет, ведь, как правило, когда об этом говорят, то называют тех депутатов, которые ушли от коммунистов. Вот так, примерно. Но в этом случае нужно считать количество депутатов, потому что, скорее всего, это так, то, скорее всего, демократов ждет раскол внутри. Так долго удерживать единство партии, имея разные... Ведь не секрет, что руководители партии все-таки являются более прозападными политиками. А вот те, которые хотят сближения социалистами, скорее всего, являются больше, так скажем... Я бы не сказала так. Я бы сказала, что они являются не столько прозападными, сколько они являются антироссийскими. А это все-таки разные вещи. Потому что вот те заявления, которые мы слышим иногда делаются в отношении возможности даже брать кредитов у россиян, вот мы видим до сих пор демократы. Ну так болезненно реагируют. Ну прям караул. Ну, мне кажется, антироссийские это очень сильно сказано. Ну, тем не менее, это правдиво сказано. В демократической партии сейчас, я не думаю, что есть очень четко выраженные антироссийские политики, но есть, я думаю, политики, которые... Ну хорошо, как вы объясните предостережение по поводу истории? Вот тут же. Еще ничего не успел сказать господин Попович, тут же демократы начали учить. Что должен говорить министр, чтобы, не дай бог, не было изменений? Но в этом нет ничего антироссийского. Здесь, да, в правительстве Кику есть три министерства, от которых веет геополитикой. Это министерство образования, не буду давать культуры, науки. Там много чего, да. Это, конечно, демократы сделали такое, что скрестили ежа с ужом. Трудно все запомнить. Потом есть министерство обороны, там тоже геополитикой, ну и преднестровское урегулирование, господин Фленька. Вот эти три министерства, они проблематичны в том плане, что правительству будет очень трудно удерживать технократическую линию. Никого не задевать, никого не трогать, ни русских, ни американцев, ни европейцев. И решать строго в интересах Молдовы. И поэтому демократы, я не думаю, что этим выступлением по поводу истории они хотели выразить свой антироссийский настрой. Они только указали правительству Кику на то, чтобы не трогать старый Ирана, скажем так, не открывать. Выполагайте. Я думаю, что да, для демократов важно сейчас не поднимать вот эти геополитические моменты и идентитарные. Образование это скорее идентитарное. То есть когда Владимир Плохотнюк обрушивается в очередной раз на Россию, то партия мысленно не с ним теперь. Вот у меня нет ощущения, что... Вот мне интересно, как это сейчас. У меня нет ощущения, что Плохотнюк сейчас влияет на демократическую партию. И в этом, я бы даже сказал, ее слабость. Поэтому она и состоит из фрагментов, о которых вы говорили. Я с этим согласен. Там разные течения. Когда Плохотнюк был в состоянии контролировать демократическую партию, то там не было разных мнений. Там было одно мнение. В самом деле эта партия была под таким сильным авторитарным влиянием. Сейчас этого нет. Павел Филипп не дотягивает до этого уровня авторитаризма. Ну, вынуждена где-то... Ну, потому что там еще, говорят, еще есть лидеры. Есть лидеры, есть группы. Да, есть люди претендующие до сих пор на роль лидера. Поэтому мне кажется, что демократическая партия нуждается больше всего сейчас в определенном периоде консолидации, я сказал. Они должны успокоиться и сформулировать свою политическую линию, свою стратегию. И поэтому им не нужны сейчас геополитические развилки или эдитарные развилки для того, чтобы вновь вступать в бой. И они поэтому предупредили правительство КИКу не поднимать эти вопросы. Я думаю, социалистам это тоже выгодно. Они тоже об этом говорили, что они не хотят геополитизировать все это. Поэтому здесь как раз расхождения, я думаю, нет пока что. Но эти развилки могут появиться в следующем году. Если мы заговорили о геополитике, давайте углубимся в эту тему. Смотрите, когда у власти были социалисты и АКУМ, то все говорили, что самое главное, что показали, что был геополитический консенсус. Когда эта власть сформировалась, вот это было. А вот сегодня он есть? Скорее всего, его уже нет. Кстати, аналитики говорят об этом, что момент консенсуса геополитического уже закончился. И теперь, вы понимаете, прошло очень мало времени от этого момента падения правительства Санду. И я думаю, геополитические игроки сейчас пытаются осмыслить то, что произошло. Я думаю, это было 12 ноября, вот у меня доверие правительству Санду. Это был так называемый незапланированный результат политических стратегий геополитических игроков. И Запада, США, Европы и России. То есть, они столкнулись вновь и что-то там аналитики не рассчитали, скажем так. И поэтому мы получили то, что получили. Теперь они должны осмыслить и вновь выстроить свои новые стратегии по отношению к Молдове. И поэтому мы видели вот эти визиты посла США. Все время он обошел все политические партии. Я думаю, и европейский посол сейчас находится в постоянном общении. И российский посол. То есть, для всех политических игроков это разрушение консенсуса было неожиданным. И его уже нету. Но нету и нового столкновения. То есть, сейчас такой момент респира, как он называется, паузы, когда они должны понять и Россия, и США, и Евросоюз. А что делать дальше? Потому что было все ясно. Консенсус в Молдове. Там определенные, скажем так, уступки. Это неправильное слово. Другого не подберу. Запада по отношению к России в нашем регионе. И было понятно, куда все течет. Вот этот консенсус разрушился у нас. И они должны вновь понять, нужно воевать или нужно искать новый консенсус. Или сделать вид, что ничего не произошло. Знаете, что я заметила? Я заметила, что встречи президента с послами Соединенных Штатов Америки и России, они, по-моему, даже стали чаще. И вот что интересно. В один и тот же день всегда. И один посол, и другой посол. Мне кажется, что это неспроста. То есть так формируется график. Они себя пасут друг друга, по-моему. А кто первый встречается? А по-разному бывает. Вы знаете, вот если посмотреть на это все, то иногда первый посол США. Иногда первый посол Российской Федерации. То есть, на мой взгляд, вот мне это говорит о том, что как раз пытаются объяснить, что у нас сейчас происходит от президента. И пытаются тот самый консенсус, который был, мне кажется, он как-то вот его хочет очень сохранить. И показать им, что вот смотрите, мы, это наши дела там, да, то, что происходило. Но, тем не менее, мы готовы сотрудничать и с теми, и с теми, нет? Я абсолютно уверен, что все хотят сохранить этот консенсус. Но пока что не получается. Не получается, потому что, понимаете, вот это, вот у меня доверие правительству Санду означает, что гарантия Запада в Молдове исчезла. Есть гарантия России. Понятно, кто. Но у Запада сейчас нету здесь гарантий, нету за что зацепиться. Поэтому они сейчас недовольны. Запад недоволен, и они ищут, чтобы получить дополнительные козыри в игре здесь в Молдове. Корнелия, вот вы говорите, Запад недоволен. А чем он недоволен? Он недоволен тем, что происходит в стране? Вот сейчас. Чем им еще, да, на данный момент быть недовольными? Вот мне интересно, вот если бы прошло там бы время, там бы что-то произошло с этим соглашением, да? Ну какие-то, вот чтобы было как-то аргументировать. Они самим фактом недовольны? Они сами фактом недовольны. Вот рационально это не объяснить, потому что правительству Санду, с моей точки зрения, я думаю, это точка зрения большинства, самого виновата в том, что произошло. Причем большой вопрос. Она получала советы от западных посольств? Обычно она советуется с ними или нет? Или получала ли советы и следовала ли им? Это тоже важно. Да. Но трудно сказать. Но дело в том, что вот Санду, это был мощный козырь западного влияния в Молдове. И был элемент западного присутствия вообще в регионе. Сейчас его нету. И естественно, вот сам факт отсутствия вот такого козыря их беспокоит. И они попытаются компенсировать, получить что-то взамен. А взамен пока что ничего не дают. Ведь правительство Кику, это правительство все-таки социалистов. Социалистов с Демпартией, ну сейчас сложно Западу вновь восстанавливать отношения. Я думаю, они будут пытаться. Но после того, как они их, скажем, прямо кинули, возвращаться к ним, что-то предлагать, это уже как бы признание своей неправоты. Потому что Демпартия все время говорила, если вы нас уберете, то додоны, социалисты и пророссийский вектор усилятся. Это был мощный аргумент демократов, который был полностью проигнорирован Западом. Они проиграли здесь в том плане, что их гарантия, их козырь Санду, ее смахнули со стола. И теперь остаются демократы, и к ним нужно идти. А идти неудобно. Поэтому у них сохраняется это недовольство. Я абсолютно уверен в этом. И они его могут выразить, это недовольство, в кредиты, на внешнее финансирование? Да. Кстати, очень хороший момент. А будут они помогать правительству КИКу или нет? Из того, что из моего общения с западными коллегами, с комментаторами, аналитиками, вытекает такая интересная ситуация. Вот здесь, в Молдове, те, которые поддерживали правительство Санду, я имею в виду европейцев и так далее, они хотят и в дальнейшем блокировать все то, что является не Санду. То есть, а вот уже в Брюкселе точка зрения меняется. Они ставят себе вопрос, а зачем блокировать Молдову? Ведь, вы понимаете, вот в июне все-таки вот это понятие путь послов, оно где-то оправдано. Кстати, не только у нас прошел этот путь послов. Кроме этого консенсуса, который вроде бы наметился в июне, было очень активное действие иностранных послов. И вот послы еще у нас в Молдове, они продолжают активничать, хотя, может быть, следовало им немножко успокоиться. Вот эта ситуация, она очень интересна, ее нужно отслеживать. И, по-моему, даже иногда нужно советовать западным аналитикам, которые работают по Молдове, может быть, немножко менять свои приборы, когда они оценивают ситуацию в Молдове. Давайте поговорим о блоке АКОМ. Каким вы видите его будущее? И вот мне очень интересно будущее его лидеров. Два лидера, Майя Санду, Андрей Настаса. Много событий произошло, вот лидерство у них осталось в своих же партиях. И как ситуация будет развиваться? Вы знаете, такое ощущение, что на правом фланге депрессия, депрессняк, как у нас говорят. Говорят, то есть и лидеры, и Майя Санду, и Андрей Настаса потеряли уверенность в себе. Они какие-то скисшиеся, а их нету. Долгое время они отсутствуют. Майя Санду, у нее была командировка где-то 5 или 6 дней. Ну, хорошо, был Загреб, эта встреча в рамках Конгресса, но кроме этого. То есть, во-первых, их нету, во-вторых, непонятно, что происходит в районах. Там они теряют контроль над районами. Ожидалось, что у них будет намного больше председателей района, чем на самом деле. И они теряют позиции. И видно и по членам партии, что они не понимают, что происходит. Кроме того, вот этот уход Майя Санду, это удары по тем членам партии, которые получили должности. В любой партии во многом держатся на этих амбициозных людях, которые идут во власть, потому что они любят власть. Поэтому я вас и спросила. Их как-то кинули, потому что они никак не шли во власть, чтобы 5 месяцев просидеть, а меньше 5 месяцев. То есть, Майя Санду не учла этот момент, что люди в ее же партии не хотели бы продолжить работу. И поэтому, мне кажется, что позиции, начну с Майя Санду, ослабли. И теперь она должна как-то отреваншироваться. А как отреваншироваться, никто не знает. Все говорят, пойдет на президентские. Так она будет сейчас всех убеждать, по крайней мере, что она легко выиграет. Но до президентских еще долгое время она должна объясниться с теми, которых она, в принципе, подвела. И в этом смысле ее позиции не столь серьезны. И большой вопрос, а захочет ли она продолжить эту политическую борьбу? Все говорят, что у нее есть шансы на победу в президентских выборах. Она должна терпеть до президентских выборов. А мы увидели, что она не может терпеть даже при нынешней ситуации. Ведь ее уход, вернее, ее шантаж, это было нежеланием терпеть сложившуюся ситуацию, которая складывалась против нее. Из-за проигрыша в Кишиневе, из-за требований социалистов о введении новых министров в правительство. И ситуация по генпрокурору. То есть она не смогла терпеть, кроме геополитического фактора. И поэтому дотерпеть ей до осени, это довольно сложно. Поэтому мне кажется, что где-то правые должны искать новых лидеров. Не говоря уже о ситуации с господином Настаса, который вообще ушел в тень. И который должен совершить большой переворот на правом фланге, чтобы вновь обрести лидирующие позиции. Ведь при том, что Майя Санду как-то немножко ушла в тень, тем не менее она остается лидирующим игроком на правом фланге. Никто не рассматривает Андрея Настаса как потенциального кандидата правых на президентских выборов. А говорят только о Майя Санду. Это значит, что позиции Настасы еще более слабее, чем позиции Майя Санду. Ну и конечно, давайте закончим прогнозом. Как вы думаете, будет развиваться это? Я понимаю, что это очень сейчас сложная задача сделать какой-либо прогноз. Но вы опытный политолог. Ну как раз опытные политологи имеют привычку постоянно ошибаться в своих прогнозах. Потому что они постоянно их делают. Потому что они типа опытные. Но сделать неправильный прогноз – это не проблема в принципе. Потому что неправильный прогноз не означает, что ты ошибся. Ты просто указал на определенный путь. Как может быть, если будет плохо. На определенный путь, да. Но там кто-то решил его обидеть, политолога, и решил, нет, будет иначе. Значит, ну я думаю, ситуацию удержат, вот нынешнюю ситуацию удержат до президентских выборов. И я даже не то, что думаю, я надеюсь, что так будет. Что все политические акторы будут терпеть и сохранять эту ситуацию. Не будут ее менять. Потому что новый переворот в Молдове не нужен в следующем году. А уже пересматривать свои политические стратегии, они будут, и это логично, после президентских выборов. Тогда все равно нужно это сделать. Потому что ты видишь, какова поддержка электората, и ты исходишь из этого и строишь свою новую политическую генеральную линию. Поэтому логично, чтобы в следующем году дали правительство работать. Это хорошее правительство, такое складывается впечатление. Люди опытные, пусть они доработают до президентских выборов, а там уже посмотрим. И пусть правые решат проблему с лидерством, сохранят этих старых лидеров или найдут новых. Кстати, времени у них есть на выдвижение новых политических лиц. Пусть демократы залижут свои раны, как-то успокоятся и тоже поймут, каким образом они участвуют в этом управлении. Ну и социалисты пусть немножко поэкспериментируют и поруководят. Они давно это не делали. По-моему, они вообще во власти не находились никогда. Ну нет, они были в 90-х, но там другие лица. Да. Я благодарю вас за эту беседу. Мне почему-то кажется, что наша молдавская политика будет там давать поводы встречаться еще не разу. К сожалению, я думаю, вы правы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»